Это верхняя беранда. На главной улице поселка дорожники ремонтируют трассу, ведущую к морю. Здесь в асфальт закатают 3,5 тысячи квадратных метров дорожного палатна. Нас очень сильно обрадовали. Мы очень рады администрации города Сочи за укладку, за благоустройство нашего поселка, нижняя беранда, и объявляем им огромную благодарность. Все жители, во-первых, очень довольны. Они болеют, все приходят, смотрят. И потом жители поставили перила на мост, покрасили трубы, провели в карады, заборы. Жители тоже участвовали в этом производстве. Вот уже месяц, как ремонтируют дороги на Инжирно и политехническая сдача намечена на конец декабря. В целом же дорожные работы финансируются сразу по нескольким программам. В том числе и муниципальная. Это порядка 53 миллионов рублей. Средства из городского бюджета были запланированы на ямочный ремонт 84 объектов. На сегодняшний день, докладывают мэру, эти объекты выполнены в полном объеме. По краевой программе из 40 дорог обновлено уже 36. Оставшиеся 4 дорожники обещают отремонтировать до ноября. Мы там железобетонно успеваем, да? Да, отставаний по графику сейчас нет. То есть работы идут в полном объеме. Действительно, вы правы. Мы в город Сочи попали в федеральную программу агломерации города Сочи. И на следующий год мы уже можем получить порядка 880 миллионов рублей. Это будет около 100 автомобильных дорог. Достаточно большой объем. Но мы готовы к этому. Поэтому работаем в полном объеме, чтобы финансирование было доведено на следующий год. Я доволен вашей работой. Но еще раз хочу сосредоточиться на том, чтобы то, что мы задумали, это должно воплотиться в жизнь. От нашей работы зависит качество жизни наших горожан. Если 100 улиц мы будем в следующем году делать, это ощутимо. Потому что мы и сельские дороги продолжим ремонтировать. Также Анатолий Пахомов уточнил у руководства транспортного департамента порядок и схему новой маршрутной сети города, которую планируют внедрять с 1 января. Население должно быть в курсе всех изменений. И ни в коем случае ухудшения качества услуг не должно быть. То есть все наши изменения должны улучшать качество услуг. Для чего делается оптимизация, реорганизация маршрутной сети? Дело в том, что настоящая маршрутная сеть была сформирована к Олимпийским играм к 2014 году. Маршрутная сеть уже утрачивает свою силу и перевозки становятся неоптимизированы. Необходимо в первую очередь сократить дублирующие маршруты, заменить подвижной состав на более вместительный. То есть уйти с автобусов малой вместимости, а их на сегодняшний день более 60% от общего количества подвижного состава. И, собственно, мы видим, что интервал достаточно небольшой этих автобусов, и они друг за другом ездят по улично-дорожной сети, тем самым перегружая улично-дорожную сеть. Например, новая маршрутная сеть подразумевает под собой пересадку пассажиров бесплатно. То есть если он едет с одного микрорайона в другой, и он заплатит один раз. Я очень к вас попросил бы, чтобы наши жители до 1 января об этом все знали. Потому что вы действительно сейчас очень лаконично, но точно рассказываете о тех переменах. И если наши жители это поймут, то они поймут, что это делается ради них и делается ради улучшения этого качества и услуг. Задача перед вами стоит одна – вот эту работу очень хорошо разъяснить. Вплоть до того, что езжайте, собирайте сходы по селам, рассказывайте, вопросы отвечайте, чтобы все было понятно. Сегодня маршрутная сеть курорта состоит из 147 муниципальных маршрутов. На линии ежедневно работает 889 автобусов. Внедрят с нового года и новые технологии в автобусах, в том числе безналичную оплату проезда. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.